Обожаю этого человека за его интеллигентность, за то, что он столько лет держится молодцом, столько лет на высоте. Ну, это пример, пример для продражания, и дай Бог ему здоровья, он превосходный просто. ДИСКОМ ЯЗЫКЕ Да, только возможно, чтобы тебя заметили, чтобы тебя увидели. Будем говорить, используешь любой шанс. И вот одним из таких, будем говорить, случаев, был случай, когда меня подвели к Иосифу Давыдовичу Кобзону, и я сказала, здравствуйте, можно вам дать диск, послушайте, пожалуйста, а вдруг, а может быть что-нибудь. И вот я сегодня здесь сижу у вас. Ну, мне кажется, что как раз Иосиф Давыдович мало чего сделал для того, чтобы вы здесь оказались. Не знаю, я его считаю таким ангелом-хранителем. Ну, вы знаете, что этот диск на самом деле просто пролежал у него в столе? Он не просто пролежал у него в столе, он пролежал у него в столе, сейчас, одну секунду, я вам посчитаю, сколько лет. Ну, наверное, лет пять. Лет пять пролежал у него в столе, он его не выбрасывал, и кроме того, он четко знал, что он у него там лежит. Этот диск я знаю, он показывал и Игоря Крутому, и еще различным известным людям. И когда-то мы приехали с Евгением в Москву, и я позвонила Иосифу Давыдовичу, хотела познакомить их с Женей. Мы с Женей только начинали работать, и Иосиф Давыдович знал это. И он, как вот ангел-хранитель, да, будем говорить, посмотрел Жене в глаза, долго смотрел ему в глаза, Женя не отводил глаз, и говорит, почему ты хочешь заниматься Тиной? А Женя ему ответил, потому что я верю в ее талант. И Иосиф Давыдович сказал, ты хороший человек. И потом сделал сюрприз, он говорит, ты знаешь, что у меня есть? И говорю, что, помнишь, ты мне давала диски, фотографию? Вы знаете, эта история была на Арбате, и он достает этот диск, эту фотографию, показывает Жене, Женя смотрит на меня, он никогда не видел эту фотографию. Говорит, ну да, ты, конечно, была очень... Трогательная. Пышечкой. И я расплакалась. Ну, зачем Иосиф Давыдовичу хранить этот диск? Это... Это все судьба, это все такие тонкости, вы знаете, это моя история. Жизнь очень многих исполнительниц после рождения ребенка менялась. И я не знаю, мне сейчас трудно вспомнить, кто... Ну, наверное, в равной степени были те, кто возвращался к прежним формам, и были те, кто просто уходил со сцены. Я думаю, что если вы решите сидеться дома и посвятить себя детям, то просто ваши слушатели и ваши зрители этого вам не простят. Не простят, это во-первых. Во-вторых, во время беременности, я не только гастролировала по стране, я еще готовила новые песни, новые хиты, новый альбом. И уже, я думаю, в марте выйдет новый клип, который будет сниматься в январе. То есть вы хотите сказать, что вы сейчас уже в прекрасной вокальной форме? Ну, вокальной, безусловно. Может быть, физической, конечно, надо еще... Вы прекрасно выглядите. А вокальную форму у нас есть возможность проверить. И так потому, что у нас сегодня есть Раэль в кустах, маэстро. Здравствуй, Саша. Здравствуйте. Очень приятно, вы нашли моих музыкантов. Это Александр Харагодин. Он, я его считаю, прекрасным пианистом, он виртуоз. И когда он так начинает играть, у меня просто душа начинает петь. Мне очень приятно. За глаза рассказывали невероятные истории о том, что вы пели на своей собственной свадьбе. Да, и даже была шутка, сколько огеру это стоило. Жене, мужу, спела одну песню, которую я сама написала. И считаю, что она единственная выражает ту нежность и любовь, которая у меня живет внутри. Представляете, сколько народу хотело попасть на вашу свадьбу, поэтому это будет сейчас исполниться мечта всех-всех-всех, хотя бы в замочную скважину, хотела бы смотреть. Эксклюзивно телеканале Интер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Браво! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok